В зале районной администрации состоялось очередное планерное совещание. В первую очередь на встрече обсудили проблему опекунства. С докладом на тему сопровождения деятельности опекунов в целях исполнения действующего законодательства по обеспечению конституционных прав несовершеннолетних граждан выступила начальник управления по вопросам семьи и детства Ирина Большакова. Специалистами управления проводится ежедневная работа по консультированию гражданных вопросов жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. Это происходит на личном приеме, а также на официальном сайте. С января этого года на приеме в управление с данным вопросом обратилось 107 граждан. Управление по вопросам семьи и детства оказывает услугу по выдаче заключения о возможности быть кандидатами в замечающие родители. Для контроля условий проживания детей, оставшихся без попечения родителей, регулярно осуществляется плановая проверка. На 17 июня проведено 74 таких выезда, из них 34 с представителями краевого метод-центра. Далее на совещании об организации спортивно-массовой работы в городских и сельских поселениях Северского района рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Клименко. Особое внимание в своем докладе он уделил результатам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Северском районе. Участие в мероприятии за текущий период приняли более 6 тысяч человек. Также на совещании обсудили и другие вопросы. Главы городских и сельских поселений отчитались о санитарном состоянии в населенных пунктах. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о ежегодной замене 5% водопроводно-канализационного хозяйства, в Северском районе продолжаются работы по замене водопровода. В станице Ставропольской Григорьевского сельского поселения данные работы уже завершены. В общей сложности в этом году в станице Ставропольской мы уже провели, поменяли водопроводных сетей километр 50 метров. Сейчас начали отсыпку улиц. Помимо этого по улице Красноармейской ведутся работы по гридированию и отсыпке дорог щебнем. В Ильском городском поселении бригада рабочих производит замену водопроводных сетей на резервуарах, которые снабжают водой 30% населения. Согласно, как говорится, программе 5% замены водопроводной сети мы должны выполнить в этом году 6 километров. Уже порядка километра 200 где-то уже положено. Я думаю, что к концу теплого сезона, к сентябрю, к октябрю месяцу мы должны будем выполнить всю программу, которую мы запланировали и будем делать. Активно ведутся работы в городке животноводов и по улице Широкой. План у нас поставлен 6,150, 6,200 километров в год. В прошлом году мы перевыполнили свои обязательства. В этом году у нас выполнено около 2 километров ремонта водопроводных труб. В перспективе, в плане у нас следующий этап – это улица 50 лет Октября. Там мы обещали жителям заменить более километра подводящего водопровода. Работы по замене водопроводно-канализационного хозяйства в станице Северска продолжаются по улице Кирпичной. Заменено около 300 метров труб. Всего на сегодняшний момент, где-то по Северска сделано 1 километр замененного водопровода. Это 25% примерно от необходимого. Но работы продолжаются, и я думаю, что в ближайшее время мы выполним свою программу. Старые железные трубы давно пришли в негодность. В первую очередь это снижает качество поставляемой воды населению, а также влечет за собой убытки ЖКХ из-за потерь воды. А имея нормальные сети, ЖКХ сможет подавать потребителям только чистую воду. Быстрее, выше, сильнее. На Северском стадионе «Олимп» отпразднали Всероссийский Олимпийский день. 125-летие о создании Международного Олимпийского комитета. Праздник учрежден в 1987 году по инициативе Международного Олимпийского комитета и объединяет всех, кто неравнодушен к спорту. Разрешите мне передать слова приветствия главы муниципального образования Адама Шахметовича Джарима и в этот Олимпийский день всем нашим ребятам, тренерам, всем людям планеты хочется пожелать здоровья, успехов, задора, спортивного стремления идти вперед. Пусть в этот год, юбилейный для нашего района, в этом году Северскому району исполняется 95 лет, каждый день будет дополнять побед в добрую копилку спортивных достижений. Еще раз всех поздравляю с Днем Олимпийским и хочу пожелать Олимпийских побед. С праздником! Праздник посетила и первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, заслуженный мастер спорта России, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева. Она поприветствовала всех участников соревнований. Как и полагается, спортивное мероприятие началось с разминки. Спортсмены сделали зарядку под руководством тренеров. Всех гостей праздника ожидали зрелищные танцевальные номера. Спортсмены состязались в таких дисциплинах, как стрельба, бег, отжимания, подтягивания, а также командных видов спорта. Всех победителей в командном и личном зачетах ожидали заслуженные награды. Кубань Энерго провела праздник безопасного детства в Станице Северской. Девчонки, весеное, счастливое лето! В рамках профилактической акции «Безопасная энергетика. Счастливое лето» специалисты Краснодарского филиала «Кубань Энерго» организовали мероприятие на территории летнего лагеря школы номер 44. Дети узнали о правилах поведения вблизи энергообъектов и электробезопасности в быту, повторили основные предупреждающие знаки, изучили особенности гусиного шага и примерили спецодежду электромонтеров. А веселые викторины и тематические игры помогли закрепить полученные знания. Самое главное для нас, чтобы дети усвоили правила безопасности и использовали их в быту, пока они находятся на летних каникулах дома. Подобные мероприятия помогают сформировать у детей культуру безопасного обращения с электричеством. А значит и предупредить несчастные случаи, сохранить их жизнь и здоровье. Мне понравилось, что будет лето безопасно. Нельзя там пласть по проводам, нельзя трогать провода мокрой мухами, играть под столбами электроэнергии, водки. Я точно знаю, что нельзя запускать воздушные леды проводами, потому что это опасно для жизни. Правила электробезопасности помогут мне, когда, например, я буду гулять, и вдруг мне захочется сделать селфи с другом, и будет эта табличка, нельзя угадать. И мы будем уже знать, что нельзя там фотографировать, потому что там же электричество может уйти. В летние месяцы сотрудники Краснодарского филиала компании продолжат проведение лекций и уроков по электробезопасности для ребят, отдыхающих в оздоровительных лагерях, пришкольных детских площадках, домах, интернатах и детских садах. 95-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, участник сражения на Курской дуге Александр Кузьмич Гусенков. Для многих этот человек – пример настоящего мужества. Награды на груди героя говорят сами за себя. Три ордена Великой Отечественной войны и орден Красной звезды. Медаль за боевые заслуги. 16 июня юбиляр принимал заслуженные поздравления. Несмотря на свои годы, Александр Кузьмич не унывает. Участвует в общественной жизни Северского района. Он постоянный гость всех мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Коллектив телерадиокомпании «Атаман» присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру здоровья и хорошего настроения. Этому чуду техники не страшны никакие плохие дороги. Поставить на гусенице спортивное купе «Бентли Континеталь GT» додумался житель Санкт-Петербурга Константин Заруцкий. После столь необычного тюнинга люксовый седан получил название «Ультратанк». «У меня возникла идея, зачем что-то изобретать, когда вот оно всё готовое. То есть мы сделали такую гусеничную технику, которую любой человек может, если у вас есть категория «Б», допустим, если у вас просто есть паровая, вы когда-либо ездили на машине, можете приехать, залезть с него, сесть и поехать». На переоборудование автомобиля ушло семь месяцев. Шасси теперь абсолютно другое. Также пришлось избавиться от штатного шестилитрового двигателя. Его заменили мотором попроще и поэкономичнее. На багажнике появился шильдик «Волга». По словам владельца, гусеницы спорткара не вредят асфальту на дорогах. Он пытается получить у властей разрешение водить роскошный танк по городским улицам. Но пока безуспешно. «В принципе, мы на ней накатали уже такое количество километров, что прекрасно понимаем, как она будет себя вести. Но когда антураж меняется с ёлок на живых людей, светофоры и, в принципе, автомобили, ну это в любом случае страшно всё тут скрывать. Конечно, трясётся всё и здесь, и пониже. Всё есть». Константин не раскрывает, сколько денег потратил на переоборудование английского спорткупе. Известно лишь, что ещё остались недоработки. Устранить их он планирует до конца лета. «Сейчас ещё раз. Не, не, ну куда ты умеешь?» Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова